Цветочный мед. С древних времен мед ценился как кладезь полезных веществ. Его использовали в народной медицине, ведь он помогал от многих недугов, при этом без отрицательных последствий. Несмотря на то, что разновидности меда достаточно много, наиболее популярным из всех остается мед натуральный, цветочный. Общее описание сорта. Великое разнообразие меда на рынке и в торговых лавках, но наибольшим спросом пользуется именно цветочный. Любопытно, что с научной точки зрения данный продукт не подразделяется на группы, поскольку добывается пчелами и завлекается из пыльцы цветов. Несмотря на это, существуют медовые продукты, в составе которых больше нектара того или иного цветка. Они носят название манофлерные. За счет нектара определенного цветка мед приобретает или иное название. Цветочный мед также выделяет полифлерный мед, в котором присутствует несколько видов нектаров, при этом они не преобладают друг над другом. Данную разновидность принято называть цветочный мед. Он похож на все остальные сорта, но если посмотреть, можно увидеть слегка оранжеватый оттенок. Стоит тщательно проверить сорт перед покупкой. Интересно, в народе данный сорт подразделяют еще на луговой и горный состав цветочного меда. Мед южный цветок не может быть смесью из одних и тех же нектаров. Пчелы каждый раз набирают уникальный букет. Если пчеловоды желают получить продукт из одного сорта, они переносят ульи в специальные участки. Цветы и мед имеют в своем составе один и тот же набор полезных лечебных микроэлементов, витамины РР, ВИЗ, цинк, фосфор, йод, фруктоза, глюкоза. Дополнительная информация. Весьма примечательна его калорийность, которая составляет всего лишь 300 килокалорий на 100 грамм. Свойство сорта мед цветочный характеризуется как крайне полезный. Одно из важнейших свойств – эффективность при недосыпе или бессоннице. Микроэлементы в составе продукта помогают улучшить сон, побороть стресс. Продукт, производимый из василька, полезен для выведения шлаков и токсинов из организма человека. В случае с малиновым нектаром его микроэлементы помогают бороться с вирусными бактериями при респираторных и простудных заболеваниях. При проблемах с отхаркиванием, особенно полезно его употребление для здорового функционирования желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, дыхательных органов и кровеносной системы. Его рекомендуют для повышения ослабленного иммунитета. Интересно, некоторые медовые гурманы советуют кушать его прямо с от. При этом можно комбинировать его с грецким орехом. Когда собирают цветочный мед. Каких цветов цветочный мед может быть? Он может выглядеть светло-желтым и чуть потемнее. Как правило, он сильно разнится лишь из-за времени сбора урожая и погоды. Чаще всего сбор продукта осуществляется в солнечную погоду, когда ветер минимален. Первый сбор урожая проводится в мае, но это далеко не оптимальное время. Самый лучший продукт собирается ближе к осени, за месяц до того, как пчелы впадут в спячку. Но не стоит полностью опустошать соты, ведь и самим насекомым нужны собственные вещества для того, чтобы было чем питаться в зимний сезон. Когда собирают цветочный мед. Польза и вред для человеческого организма. Очень много полезных качеств у меда. Его используют как для лечения заболеваний в рамках народной медицины, так и для профилактики. Среди положительных характеристик можно отметить, нектар, который был собран с герани, помогает функционированию желудочно-кишечному. Тракту нектар, собранный с ромашек, помогает против воспалений, липовый полезен против простудных заболеваний, имеет отхаркивающие. Свойства, собранный с цветков шалфея, помогает при кожных высыпаниях при аллергической реакции. Интересно. Мед активно использует в сфере косметологии, он увлажняет кожу и делает ее бархатистой. Несмотря на положительные черты у меда есть и противопоказания, некоторые ограничения при игнорировании которых можно получить ощутимый вред. Опасно употреблять при циррозе печени, отсутствие желчного пузыря или при камнях в них, если в желудке повышена кислотность. Если есть аллергические реакции, дозы и правила применения цветочного меда. Для того, чтобы извлечь максимальную пользу при этом не столкнуться с отрицательным эффектом, рекомендуется соблюдать дозировку употребления. Сладкое всегда стоит ограничивать. В том случае, если у человека наблюдается наличие лишнего веса, стоит с большой осторожностью разбавлять им свой привычный рацион. Он может привести даже к сахарному диабету. Наилучший способ получить пользу от продукта – употреблять его в пищу с утра на пустой желудок. Можно разбавить в теплой воде, можно просто запить. Важно знать, любители пить мед с горячим чаем не получают особой пользы. Большинство полезных веществ уничтожаются под воздействием высокой температуры. Мед цветочный – кладись полезных микроэлементов и витаминов. Являясь полифлерной разновидностью, его можно получить от нектара различных цветков, что весьма примечательно. Время сбора приходится чаще всего ближе к осени, но первый сбор урожая происходит в начале лета. Он позволяет повысить иммунитет, справиться с определенными заболеваниями. Его можно с уверенностью приобретать и наслаждаться его вкусом, главное – в умеренных пропорциях. 00 в от артикле ратинг.